Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня до сих пор мучает детская травма, боль от несовершенства. Наверное это смешно или нет? Ну, если мучает, значит не смешно. А смешно это больше про защиту. Иногда, когда я сама потихоньку начинаю разбираться в себе и анализировать свои проблемы, мои мысли приводят меня к одной и той же ситуации из моего детства. Я не знаю, почему и чем мне это вредит сейчас и почему мешает жить. Из обиды. Очень часто обида мешает. Обида является таким вот... Триггером, такой ниточкой, которая ведёт к каким-то ситуациям. И её непрожитость этой обиды. То есть... Отсутствие выражения. Когда я была маленькой, примерно лет в пять, со созданного возраста мне было важно быть лидером, быть во всем первой и быть лучшей. Я как будто с этим уже родилась. Возможно, генетическая прошивка. Ну, насчёт генетической прошивки я не знаю, а то, что вам важно быть лучше, это следствие сравнивания себя с другими людьми. Вот. Вы почему-то решили сравнивать себя с ними. Откуда-то есть вот эта... Такая позиция, что я хуже. Ведь, понимаете, вы... Вам важно быть лидером. Во всем быть первой и лучшей. Чтобы доказать... Чтобы доказать... Что вы не хуже. А как вы приходите к тому, что вы хуже? Вследствие чего вы приходите к тому, что вы хуже? Это... Вопрос. Но, так или иначе, здесь есть элемент сравнивания себя. Очень важно задать вопрос... Вопрос. А как я приходил к тому, чтобы себя сравнивать? И дело в том, что, когда человек себя сравнивает, он ведь игнорирует то, чего он хочет, например. Он игнорирует себя, он игнорирует свои потребности, свою природу. Да? При этом, перекладывая эти функции на окружающих. На тех, например, кто вас признаёт. Или на тех, наоборот, кто вас не признаёт. То есть, это всё выносится во внешний мир. А с вами остаётся только одно. Плохая или хорошая? От меня никто никогда ничего не требовал. Моя мама очень добрая и эмпатичная. Она принимала меня такой, какая я есть. А он... Ну вот, вам моя коллега Марина Голикова, в принципе, ответила. По... Теме нарциссов. Вот. Я с ней солидарен. Но хотел бы, наверное, отдельно сказать следующее. А если человек проявляет эмпатичность, принижая себя, то есть, если мама как бы ставит себя ниже вас, то есть, если мама как бы ставит себя ниже вас. Это у ребёнка разжигает чувство, что он особенный. Эм... Сверх меры. Поэтому эмпатичность вашей мамы и очень сильная доброта создают для вас ощущение, что она ниже вас. И вам, вероятно, хотелось бы, чтобы все люди находились в этой позиции. Успокаивала, что я и так лучшее и хорошее. А вот это ошибка. Потому что лучшее и хорошее... Равно... Самое лучшее и самое хорошее. То есть, мама это вас успокаивала. Но она говорила вам, что вы... Самое лучшее и хорошее. Эм... Все равно... Все равно... В терминах... Сравнивание я. Только без подтверждения. Нечем было это подтвердить. И вы не верили. А маму разочаровать... Вероятно, не хотелось. Вот вы пишите. Мне нужно было фактическое подтверждение моих успехов. Потому что вас определяют только успехи. Я бы сделал ставку на то, что... Мама-то как раз ваша. В какой-то момент на себя забила. Сдалась. Перестала жить для себя. Я занималась боевым искусством. Ушу. Потом еще дзюдо. Старалась победить мальчиков. Здесь, вероятно, тема праца. Что как-то вот... Доказывать вы что-то хотели своему отцу. Вот вы пишите, что... Отца мне никогда не было. Я не знала даже кто он. Мама говорила, что любит меня за всех родственников. Я соглашалась. У вашей мамы похоже чувство вины перед вами. Ну и плюс то, что я уже озвучил. Чувство вины не могло не передаться вам. Вопрос, как вы с ним обратились. Вероятно, вот как раз в сторону стремления к успеху. Потом я пошла в первый класс. У меня были одни пятерки. А когда я получала четверку, мне становилось очень больно. Я чувствовала поражение несовершенством. Ну, учеба как доказательство чего-то. Это очень распространенное явление, связанное с тем, в первую очередь, что в школе много внимания уделяют оценкам, не так много уделяют, собственно, обучению. Вот. Значит, вы пишите, когда я начинала плакать, чувствовала поражение несовершенства, да? Меня и разобеждали, что совершенство это нереально, что все и так может быть хорошо. Вот, смотрите. На самом деле, до трех лет, ребенок чувствует себя центром вселенной, центром мира. После трех лет, ребенок понимает, что он не центр вселенной. То есть происходит первое столкновение со своим несовершенством. Вам не дали это прожить, потому что ваша мама от этого отмахивалась, отмекивалась, переубеждала вас, но не давала прожить. Прожить, просто прожить вот это несовершенство. Увидеть, что в нем ничего страшного нет. Да, кстати, а что вы теряете с признанием своего несовершенства? На что вы теряете право? И на что право вы приобретаете с тем, что имеете совершенство? Так, мне не было хорошо, мне было очень больно внутри. Выразить это, судя по всему, возможности не было. Вот, когда я в очередной раз стал реветь за оценки 4, это затянулось на несколько часов, мама решила меня отвезти к школьному психологу. Вы стали реветь за оценки 4. Удивительное дело, какого-то вот вы, знаете, не самого-то лучшего о себе мнения были в школе. Это может быть связано только с тем, что мама не лучшего о себе мнения. Значит, мама решила отвезти меня к школьному психологу, мы рассказали ей о проблеме, на что она ухмыльнулась и ответила. Простите, а кто такие мы? Кто такие мы? Вы и ваша мама? Вместе? Здесь проблема личных границ. Между вами и вашей мамой. Вероятная передача ее эмоционального состояния вам. Значит, психолог ухмыльнулась и ответила, ну ты чего, четверка это же тоже хорошая оценка, хватит рыдать, это же такая глупость. Со стороны психологов в данном случае звучит обесценивание. То же самое, что и у мамы. Обесценивание и отвержение. И вот здесь возникает вопрос. При всей доброте и эмпатичности вашей мамы, при том, что вы говорите, что она принимала вас такой, какая вы есть. Кстати, а какая вы есть? Чувствовали ли вы себя принятой? Судя по тому, что вы делали, нет. Я бы назвал это скрытой мотивацией к тому, чтобы достигать со стороны вашей мамы. Иначе сложно объяснить нежелание сталкиваться с вашими чувствами. И мы ушли. Снова мы. И все может быть было ничего, пока я внезапно не столкнулась в коридоре с дочерью этого психолога. Она примерно была моего возраста. На год старше училась в параллельном классе. Они с ее побручкой шли вместе по коридору навстречу мне. Поравнявшись со мной, она ухмылилась и спросила, ну что, ты успокоилась? Больше не рядаешь из-за четверки? Потом они пихикали и ушли. А я оставил стоять, как будто меня ударили лопатой по голове. А чем ударили? Что в этом... Что в этой ее фразе Вами чувствуется, как удар? После этого мне казалось, что это действительно смешно. Моя проблема смешная. Она не стоит серьезного внимания. Это глупость. Нужно поскорее забыть этот инцидент. А что есть ваша проблема? Считаете ли вы проблемой то, что вы стараетесь быть во всем лучшей? Хотите ли вы это поменять? Или вы считаете проблемой то, что вам больно, когда у вас не получается быть лучшей? В чем вы видите проблему? То, что вы пишете, что вам показалось, что это смешно. Это история про недоверие себе. Недоверие себе возникает только в атмосфере фальши, лицемерия и лжи. Что, судя по всему, было в какой-то степени с вашей мамой. При всей ее доброте и эмпатичности. С тех пор я продолжала внутри испытывать эту мучительную боль, но уже никому ее не показывала, не рассказывала мысленно, убеждала себя, что все это не серьезно, это глупо. Мне стыдно, что надо мной будут смеяться. Ну то есть, по сути, ваш внутренний конфликт загнался еще глубже. Теперь вы стали его стыдиться. Почему я все это вообще помню? Сильные эмоции, непрочитость, обида. Почему продолжаю мысленно сюда возвращаться? Непрочитость? Из-за чувства предательства, обесценивания и отвержения? Да, непрочитость этого. Или я правда дурочка, которая сама придумала себе эту проблему? Ну давайте я не буду не оспаривать, не соглашаться с этим утверждением. Ну, помимо того, что вы не дурочка, я как-то вот чувствую здесь некую скрытую такую готовность обидеться и на нас. Давайте я не буду оспаривать или соглашаться. А спрошу так. Если вы и правда придумали себе эту проблему, то для чего бы? Зачем? От чего эта проблема могла бы вам помогать бежать в себя? От столкновения с ненужностью вашему отцу, ощущению неполноценности себя из-за этого. Например. Протест. Злость на мать. Которая, судя по всему, нарушала ваши личные границы. Ну, попробуйте придумать ещё свои варианты. Было бы неплохо их услышать. Вот. Как-то так. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Тут, конечно, несколько вопросов нужно решать, связанных с разными аспектами. Но, в первую очередь, необходимо ознакомить вас с опытом того, что проживать свои чувства не означает быть слабой. Напротив, означает быть мужественной. Хорошим это слово. Ибо вы сталкиваетесь сами с собой. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok